Доброе утро! Вы слушаете Финам.ФМ. Меня зовут Елена Лихачёва. Здравствуйте! На сегодня в гостях действующая чемпионка мира по шахматам и очаровательная женщина Александра Косинюк. Доброе утро! Здравствуйте! Объясните мне, пожалуйста, есть ли какой-нибудь вот такой чёткий рецепт для того, чтобы воспитать чемпионку? Вот такие конкретные вещи. Во сколько нужно начать заниматься сейчас при современном развитии шахмата? Где лучше заниматься? Где искать тренеров? Вот конкретные рекомендации? Ну, сложно. Это надо знать, что это длительный рецепт, что это не рецепт одного года. Я читала, что для усвоения вот всех шахматных каких-то принципов, нюансов до поднятия до уровня мастера, да, до освоения, требуется 10 лет. В шахматах также там я читала, что это скрипка, знание языка, вот тут 10 лет. То есть, и это не значит, что вот после этих 10 лет, там, девочка, допустим, она достигнет уровня, например, мастера. Я не знаю, может быть, гроссмейстер, если она одарённый, если построить тренировочный процесс, если правильно подобрать тренерские кадры, если всё вот срастётся, если психологически она устойчивая будет, потому что, опять же, повторяю, спортивная составляющая никто не отменял под огромным напряжением, когда каждый ход, это выбор, ты должен делать, ломаются и очень хорошо подготовленные шахматисты и шахматистки. То есть тут ещё очень важно, что психотип правильно был. Да, правильно, вот. Если всё срастётся, она станет там мастером-грроссмейстером, опять же, никто не даёт гарантии, что она поднимется и будет суперклассной шахматисткой, хотя, ну, если в неё вложить огромные деньги, если всё подобрано правильно, если она потратила 10-15 лет своей жизни, то, в принципе, результат будет, будет неплохой. Практически, ну, не у каждой, возможно, но у достаточно, вот, я думаю, если посмотреть там турниры десятилетних и те девочки, которые выигрывают, подают надежды, вот в них их взять и начать с ними заниматься, то, в принципе, при их желании и возможности, то вырастут в сильных шахматисток. Но при этом, да, надо ещё понимать, что они вырастут в сильных шахматисток и, может быть, даже станут... И бросят шахматы, это тоже часто бывало. А если даже они их не бросят, они, в общем, никогда не станут такими состоятельными, как, например, чемпионки мира по теннису и так далее. Они не обеспечивают свою семью. Там, конечно, тоже конкуренция, но там, по крайней мере, что касается материального плана, есть к чему стремиться, и эти цифры, понятно, они, в общем, достаточно соблазнительны. Поэтому тут нужно, в общем, понимать, что это в какой-то степени действительно поблище такое, да. А вы свою дочку отдадите заниматься? Есть час сколько? Три? Три с половиной, но она уже ходит вот сегодня. Мы уже пошли. У меня функционирована с 2006 года шахматная школа-студия Александра, и там у нас шахматы идут как подготовка к школе. От трёх до шести лет до школьного возраста дети ходят, занимаются. И вот она с сентября пошла, два раза в неделю ходит, и очень ей нравится. Со мной не занимается, а там занимается, у них группа хорошая. Вот они прошли там, как ходит Король, Ладья Астон. Ну, то есть шахматы у него очень полезные дети. И, конечно, я отдам её, чтобы научили, сама буду пытаться, чтобы она научилась, чтобы она играла в детских турнирах, но в профессиональные шахматы. Ну, я не знаю, зачем, потому что, в принципе, я там была в этом мире, я всё видела, я знаю, что это такое. Жизнь, она очень различна. Не обязательно, мне кажется, всем из одной семьи быть шахматистами. То есть я не буду настаивать, и даже скорее наоборот, на её профессиональной шахматной карьере. Хотя для девочки это легче, легче, чем для мальчика, потому что я когда узнала, что у меня будет девочка, первая мысль была, ой, как хорошо, она может играть в шахматы. Потому что я считаю, что всё-таки женщина по жизни, она может заниматься делом, которое, допустим, она любит, которое, может быть, не приносит большой материальной выгоды, но которое ей доставляет удовольствие, и на ней не лежит эта проблема обеспечения семьи, материального заработка. Это как бы смотреть, когда вырастет Франческа, мне кажется, и сейчас ситуация, собственно говоря, поменялась социально, я имею в виду. Ну, опять же, мы тоже называем такие цифры, а потом я говорю, знаете, вот так вот поедешь по России, поразговариваешь с людьми, у меня родственники тоже в России, посмотришь их зарплаты, и тоже нельзя говорить, что всё так плохо. Это просто мы в Москве привыкли, что там какие-то бешеные заработки, когда мы смотрим, что там футболисты, теннисисты зарабатывают. А вот так вот представишь, что каждый день ты ходишь на работу с восьми до восьми, и там, я не знаю, и каждое утро встаёшь, и детей тоже, соответственно, почти не видишь, а зарабатываешь за нелюбимую тобой работу какую-то там зарплату, очень ограниченную, у тебя нету невозможности роста, и ты понимаешь, что всю жизнь ты будешь с восьми до восьми вот так вот ходить. Это, честно говоря, пугает. Пугает, и поэтому я понимаю, что, конечно, надо стремиться к высшему, и надо ставить высокие цели, и надо идти к ним, но надо и помнить, что то, что ты имеешь, может быть, не так плохо. Так что, в принципе, я не жалуюсь, и мне нравится очень моё дело, как я уже говорила, и я получаю огромное удовольствие от того, что я делаю в жизни. Знаете, я про ваши заработки спрашиваю не потому, что мне вот интересно, какие у вас заработки, да, а просто для того, чтобы, может быть, кто-то нас сейчас услышал, я вообще поняла, что... Что в шахматы можно вкладывать, что можно поддерживать, что призовой фонд чемпионата мира женского по шахматам совсем копейки, если мы сравниваем с футболом и с теннисом, да, я полностью согласна. А если тут включатся какие-нибудь грамотные пиарщики, это же какой интересный... Какой потенциал, вот я всю жизнь, да, 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 так считаю, и на самом деле я большой оптимист в этом, как я уже говорила, что я считаю, что можно шахматы преподать с красивой стороны, показать красиво, интересно, доступно, понятно всем людям, и потенциал, особенно в женских шахматах, где призовые фонды в разы отличаются. Я понимаю, что и чисто внешне, в общем говоря... У нас женская шахматная сборная России... Очень красивые девочки. Да, все отмечают, что если бы нам еще давали не только за результат, но еще и за красоту, то вообще без шансов были бы просто все сборные вместе взятые. Так что есть потенциал, и я в него верю. Можно я, может быть, в какой-то степени еще раз вернусь к этой теме? Шахматы, шахматная жизнь, то, что происходит с женщиной за доской. Какой отпечаток это накладывает на именно такой женский характер? Вот вы говорите, что это нужно девочкам. В каком смысле? А вообще самое главное, что девочки как раз шахматы могут подарить, потому что у женщин есть такая проблема, это поднять самооценку. Показать ей, что она может побеждать при равных условиях кого угодно. То есть она может сесть за доску, и неважно, девочка, сколько тебе лет, 5, 10, 15, ты можешь сесть, взять эти фигуры, у тебя будет 16 фигур у твоего соперника, а он может быть дяденька, которому там 30, 40, 50, который уже всю жизнь играл, а ты его можешь обыграть. И такие случаи бывали у вас? Постоянно у нас такие происходят. То есть если девочка занимается, я, в принципе, уже в 10 лет обыгрывала достаточно сильных мастеров мужских. Вот это, наверное, самое главное для девочки именно. Чувство самоутверждения и повышение самооценки, и осознание того, что она своими собственными мозгами, своей собственной головой, она может сделать в жизни многое. И неважно, будет ли она потом играть в шахматы профессионально или не будет, она вот просто вот это поймёт, поверит в себя и скажет, а почему нет, возможно, в чём-нибудь ещё. А потом это никаким образом не отражается на семейной жизни, потому что, ну, я не знаю, вы сталкивались с этим, не сталкивались, но некоторые мужчины, некоторые не все, слава богу, не все... Не любят умных женщин. Нет, не то, чтобы они не любят, но они любят, чтобы им, знаете, так, ну, игра такая в дурочку, такая, ну, что-то какие-то шахматы, я вот лучше там как-нибудь финтифлюшками позанимаюсь. Им как-то это как-то импонирует, и как-то так мило, они себя на этом поле чувствуют себя как-то повальгоднее. Так, мне кажется, прекрасно, что вы... Что же ты такая сильная и умная, как же я рядом с тобой, мне же как-то... Ну, во-первых, женщина, она всегда, какой бы сильно ни была на шахматной доске, она хочет побыть слабой в жизни, наверное. Спорт-то очень тяжёлая, борьба, и поэтому дома хочется отдохнуть и побыть слабой иногда, и чтобы за тобой поухаживали. Опять же, это всё зависит от характера женщины, и я думаю, что нельзя сказать, что... Но насчёт того, что некоторые мужчины предпочитают вот таких вот глупеньких девушек, и отлично, значит, её не выберут такие мужчины. Мне кажется, как раз они не пара. Вот, поэтому... Ну, какую-то особенную проблему для вас никогда? Нет, не было, и не считаю, что это проблема умная женщина. Продолжение следует...